Всем привет! Смотрите как мигрировать с RAID 1 или 0 на RAID 5. Как в MDADM или LVM преобразовать программный RAID 1 или 0 в RAID 5 без потери данных на операционной системе Linux. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. RAID 0 обладает высокой скоростью чтения и записи, но не выделяется своей надежностью, так как при выходе из строя хотя бы одного диска все данные будут утеряны. Строго говоря, даже не считается массивом, так как в нем отсутствует избыточность. RAID 1 в свою очередь обладает наивысшей надежностью, так как вся информация дублируется на втором диске, но это в свою очередь уменьшает скорость чтения и записи информации. При наличии свободного накопителя можно расширить уже существующий RAID до пятого уровня, что повышает его надежность в сравнении с нулевым и увеличивает скорость в сравнении с первым уровнем. В итоге мы получим в меру надежный и быстрый массив RAID 5. Далее в видео я покажу, как сделать миграцию с RAID 0 и RAID 1 на RAID 5, чтобы не потерять при этом данные. Итак, у нас есть программный MD RAID 1, созданный на операционной системе Linux. Данный массив состоит из двух дисков. Нам нужно преобразовать его в RAID 5 и добавить еще один диск. При этом нужно, чтобы информация, которая на нем лежит осталась на своем месте. Как видите, на дисковом массиве есть какие-то фото, видео и документы. Прежде чем приступать к операции преобразования, рекомендуется сделать резервную копию. Так как в процессе неправильно выполненных команд может затереться важная информация. Открываем терминал. Чтобы команды выполнялись от рута, выполним команду sudo i и вводим пароль. Далее, если массив смонтирован, нужно его отмонтировать. Для этого вводим такую команду. Если система пишет, что ресурс занят, попробуйте сделать это принудительно. Следующей команды. Затем нужно остановить RAID 1. Выполняем следующую команду. mdadm.stop, где md0 идентификатор нашего RAID. Если вы загружаетесь с этого RAID, то остановить его, разумеется, не получится и необходимо будет использовать какой-нибудь LiveCD. Далее, нужно перезаписать метаданные старого RAID 1. Для этого создаем поверх него RAID 5 из тех же дисков, которые входили в RAID 1, sdb и sdc. Вводим такую команду, где l5 задает уровень массива n2, количество дисков из которых он состоит и далее указываются эти диски. После выполнения команды программа выведет предупреждение о том, что эти диски уже используются в RAID 1. Жмем Enter для продолжения. Для проверки успешного преобразования вводим команду CutProtz. Теперь нужно дождаться завершения ребилда RAID 5. Здесь в процентах указан его статус. По завершению команда CutProtz выведет следующее. После можно добавить новый диск массив и сделать его полноценным RAID 5. Новый диск добавится как запасной. Для добавления вводим такую команду. Далее нужно расширить RAID до 3 активных дисков, задействовав запасной диск этой командой. Проверяем что из этого получилось командой CutProtz. Как видите в RAID задействованы 3 диска SDB, SDC и SDD. И начался процесс изменения Reshub. В процентах отображен прогресс. Ждем его окончания. По завершении проверим дисковый массив на ошибки такой командой. И расширим его следующей командой. И в конце нужно обновить файл конфигурации, выполнив такую команду. Если в процессе выполнения этих команд не было сбоев, все данные, которые были на RAID 1, перенесутся на новый RAID 5 массив. Монтируем диск и проверяем. Как видите все файлы остались. А уровень массива изменился на 5. Преобразовать RAID 0 в RAID 5 без форматирования и потери информации таким способом не получится. Но вместо этого есть быстрый способ конвертации с помощью одной команды. Миграция с RAID 0 на RAID 5 возможна лишь в случае с двумя дисками, при котором RAID 0 удобно совпадает с RAID 5. При этом просто изменится уровень массива, не затрагивая информации на дисках. Эта команда преобразует RAID 0 с двумя дисками в RAID 5 с тремя накопителями. Перед ее выполнением нужно отмонтировать диск. Проверяем командой catproc. Как видите все файлы остались. После преобразования в RAID 5 вы сможете добавить в массив дополнительные диски, ранее представленной командой. Если в RAID 0 больше двух дисков сначала нужно уменьшить их количество и только после этого станет возможным конвертировать его в RAID 5. Если для создания RAID массива вы использовали функционал lvm и в этом случае можно преобразовать один тип в другой используя команду lvconvert. Для начала посмотрим что за информация лежит на нашем массиве. Как видите здесь хранятся некие фото, видео и документы. Выполним команду vvdisplay чтобы посмотреть информацию о группе дисков. Детальны о том как создать MD и LV RAID смотрите в одном из предыдущих видео. Итак для начала конвертации нужно отмонтировать логический том. Вводим команду Umount. Для преобразования уровня RAID вводим следующую команду. Вводим Yes для подтверждения и жмем Enter. Теперь осталось добавить третий накопитель к существующей группе дисков такой командой. При ее выполнении программа предупредит что диск уже имеет разметку. Вводим Yes для подтверждения и жмем Enter. Чтобы посмотреть добавился ли диск в группу выполним команду pvdisplay. Как видите в группе задействовано три диска. Снова монтируем наш диск и открываем его менеджеры файлов. Как видите все данные остались на своем месте. Для конвертации RAID 0 в RAID 5 используется та же команда. Единственный момент перед выполнением конвертирования нужно добавить в группу третий диск. Иначе система сообщит что ей недостаточно места для выполнения данной команды. Добавляем третий диск. И для преобразования уровня RAID вводим следующую команду. Смонтируем наш массив и посмотрим что на нем осталось. Как видите все файлы на месте. Если в процессе преобразования из одного уровня RAID в другой произошел сбой. Или вы случайно затерли информацию. Воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman RAID Recovery. Утилита вычитает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков. Воссоздаст разрушенный RAID и позволит скопировать из него утерянную информацию. Детальнее о восстановлении MD и LV RAID можете посмотреть в одном из предыдущих видео. Ссылку я оставлю в описании. Для перехода с одного уровня RAID на другой может потребоваться несколько шагов. Сперва нужно будет сконвертировать его в средний, а затем в нужный. К примеру для преобразования первого RAID в шестой сначала его нужно конвертировать в пятый, а лишь после станет возможным преобразование в RAID 6. Подробнее о возможности конвертации одного уровня RAID в другой можно посмотреть в интернете, а данная видеоинструкция поможет вам это сделать. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.